Я поклоняюсь к тому, что таким образом обеспечивают себе разные люди выборы без альтернативы. Этот процесс обвиняемый краевой депутат Александр Глесков называет политическим. Он уверен, что его пытаются устранить как сильного оппонента и вину не признает. Но у следствия и прокуратуры другой взгляд. Глескова обвиняют в получении взятки через посредников в 1 миллион рублей и в вымогательстве взятки в 5 миллионов. За это политик может сесть на 15 лет. Глесков совершил преступление, предусмотренное в части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации о получении должностным лицом через посредников взятки в виде денег за совершение действий без действия в пользу взяткодателя, представляемых им лиц. Если указаны действия без действия, входит в служебные полномочия должностного лица. По версии гособвинения, в 2016 году Глесков через подконтрольные СМИ развернул информационную кампанию против руководства предприятия Крайдео, которое занимается строительством и ремонтом дорог. Через посредника, тоже депутата от ЛДПР Сергея Титова, он потребовал 5 миллионов рублей от заместителя руководителя компании Самеда Юсубова. В ответ обещал прекратить информационные нападки. Юсубова сегодня суд начал допрашивать. Тот рассказал, что согласился на сделку и передал 1 миллион рублей. Больше якобы у него не было. При этом было обещано, что даже Александр Александрович выскажется в некоторых моментах, типа разобрался в ситуации, негативно, ну, будут его ввели, и вопрос этот прекратится. Юсубов в этом деле ключевой свидетель, но у гособвинения есть и другие. В их числе бывший министр транспорта Край и бывший мэр Красноярска Сергей Еремин и многие другие, около 20 человек, по словам Глескова. Сам обвиняемый требует допросить экс-губернатора Край Виктора Толоконского, чтобы тот рассказал, пытался ли Глесков как-то повлиять на него с целью увольнения Юсубова и других руководителей Край-Део. Также Глесков требует привлечь в качестве свидетеля Александра Уса, который в 2016-м был спикером законодательного собрания. Ну, я думаю, Александр Викторович вот лучше всех может рассказать о том, как работало законодательное собрание, какие конкретно у меня были взаимоотношения с Толоконским, а конкретно никаких, как всем хорошо известно. Глесков считает странным, что в его деле нет вещественных доказательств, ни мяченых купюр, ни прослушки, ничего другого, только показания свидетелей. Что изначально был составлен некий сценарий, под который обвинение просто подгоняло доказательства в виде свидетельских показаний, потому что других никаких доказательств у них нет. Кто этот сценарий составил, я не знаю. Но очевидно, это был человек, который не разбирается в том, как работает законодательное собрание, администрация губернаторов. В любом случае, это лишь первое заседание по делу Глескова. Следующее намечено на 7 мая. Оно начнется в суде Центрального района в 11 утра. Виталий Поляков, Вячеслав Кебиков. Новости ТВК. Новости ТВК. Новости ТВК.